День Победы в Великой Отечественной войне – праздник, объединяющий несколько поколений ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Таким должно быть и его празднование в Одинцовском районе. Основные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут на центральной площади города Одинцова. Хочется сделать центральную площадь центром празднования. Чтобы все здесь уже скомпоновались, уселились, кто-то бегает, играет, кто-то сидит, кушает, кто-то смотрит программу. Не растаскивать людей долгими шествиями по разным точкам. Основные докладчики на координационном совещании – Наталья Бондарева и Виталий Савилов. Именно они разработали план праздничных мероприятий. В этом году изменится стартовая точка. Если раньше День Победы в Одинцовском районе начинался с возложения цветов у памятника маршалу Жукову, то в этом году старт мероприятиям будет дан у Георгиевского собора. А возложения венков пройдут накануне 9 мая. Я думаю, логично предложить вам начать этот день как раз с нашего храма, с панихиды, который будет у нас с 9 часов службы панихида. И сделать начало движения непосредственно точку рядом с храмом. В 9.30 выдача лент, в 10 начало движения и по этому маршруту подойти к площади. Финишируют шествие на центральной площади. Продолжить череду праздничных мероприятий историческая реконструкция, флэш-моб весна 45-го года и концерт. Планируется, что на нем выступит Лариса Голубкина. Кроме того, будут работать 9 зон народных активностей. Все желающие смогут сыграть в лазертак, преодолеть полосу препятствий, поучаствовать в мастер-классах или лучной битве. Будут работать агитсцена и полевая кухня. В полдень по улице Маденцова пройдет бессмертный полк. Все это действие в пределах где-то 30-40 минут неспешным шагом. Причем у нас есть правофланговая, как правило, в колонне. То есть люди, которые ответственны за то, чтобы каких-то там не было эксцессов или чего-то. Ну и, конечно, наши активисты, кто уже не первый год с нами ходит. В общем-то, мы знаем людей в лесу, как правило, особенно кто приходит. И вот следим за тем, чтобы не было каких-то проявлений, недоброжелательности или еще чего-то. Андрей Иванов еще раз напомнил собравшимся, что праздник должен объединить всех. А это значит, что каждый один совец, независимо от возраста, должен найти на празднике что-то интересное. Особое внимание стоит уделить молодежи. Мы, наше поколение, вместе с вами все помним и фильмы любим, знаем, что такое война и постоянно поддерживаем в себе этот огонь патриотизма. А вот молодое поколение, оно все больше и больше отрывается. Считаю, что чем больше у нас 9 мая будет выглядеть как народное гуляние, как праздник, а не как просто маршировка какая-то, тем больше мы сможем привлечь людей и пропитать все-таки этой нашей атмосферой. Завершится День Победы в Одинцовском районе традиционным праздничным салютом. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.